За последние две недели в ГГУЗе наблюдается снижение количества госпитализированных пациентов с диагнозом COVID-19. Но несмотря на это, зарегистрированы рост количества пациентов с тяжелой формой развития болезни. На данный момент у нас 14 положительных пациентов, из них 5 за последние 10 дней. Это говорит о том, что идет, все-таки есть тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. Но, наверное, еще рано расслабляться, потому что, как мы уже поняли, эта заболеваемость коварна тем, что у нее есть так называемые волны. То есть есть периоды полного такого, скажем, затишья, но неизвестно, что готовит нам этот вирус. Как уже показал весь мир, вирус имеет способность мутировать. Медики прогнозируют возможные ухудшения эпидемиологической ситуации в республике в результате проведения кампании под засрочным выбором в парламент Республики Молдова. Это потребует дополнительных ресурсов для лечения больных COVID-19. Наша страна четвертая в списке среди тех, кто плохо вакцинируется. После нас только Украина, которая еще хуже нас вакцинируется. Поэтому, пользуясь случаем, хочу призвать все население вакцинироваться, вакцинироваться теми вакцинами, которые у нас есть. Они все себя хорошо зарекомендовали. Башкан Гагауси Ирина Влаг поблагодарила медиков за бережные отношения к людям и к профессии, проявленные в процессе борьбы с эпидемией коронавируса. В автономии, по данным Главного управления здравоохранения, по состоянию на 20 мая вакцинировались от COVID-19 60% медицинских работников и около 3000 жителей автономии. Медики отметили, что необходимо начать массовую вакцинацию населения, обеспечивая при этом право выбора граждан.